Подписывайтесь на канал об Android-устройствах Android Live, ссылка есть в описании. Привет, интернет! С вами Илья, и это обзоры девайсов на канале Игродень. Сегодня мы посмотрим отличный смартфон ZTE Blade X3. Поехали! Ребят, я до сегодняшнего дня думал, что бюджетный телефон никак не может быть удобным, и в любом случае придется мучиться, чтобы хоть как-то его использовать. И, знаете, я все-таки ошибался. Перед нами смартфон ZTE Blade X3, и сразу скажу, что девайс стоит порядка 9000 рублей, но при этом телефон реально очень здорово работает. Я думаю, мы торопиться не будем, и начнем с комплектации. В коробке здесь лежал сам телефон, адаптер питания, USB кабель и кабель OTG. В общем, ничего лишнего не было, да и в целом больше ничего не нужно. По внешнему виду телефон, на мой взгляд, симпатичный, а особенно меня радуют нижние кнопки. По идее, это стиль компании, и во многих девайсах именно так все это дело выглядит. Теперь пройдемся по характеристикам. Здесь идет Android 5.1, 5-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1280 пикселей, 4-х ядерный процессор MediaTek, 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. Само собой есть поддержка LTE, и, пожалуй, самая главная фишка данного девайса, это аккумулятор. Емкость данного аккумулятора заставляет 4000 мАч, и это реально очень здорово. Крышка здесь, кстати, съемная, и под капотом у нас прячутся слоты под сим-карты, под флешку и батарейка. Теперь предлагаю не тянуть и уже протестировать игрушки. Я перепробовал много проектов, и телефон просто на ура со всем справился. Самые топовые игры реально летают на средних, ну а раннеры, таймкиллеры, это прям вообще легкая задача для данного телефона. Что касаемо вообще обычной работы, никаких лагов, подвисаний и прочего здесь нет. Я достаточно долго телефоном уже пользуюсь, и никаких траблов не обнаружил. Видяхи на YouTube смотреть одно удовольствие, и то же самое можно сказать про серфинг в интернете. Здесь довольно большой экран, так что с этим все окей. По качеству связи, динамику и микрофону тоже можно только похвалить при разговоре никаких проблем, и слышимость прекрасная. Что касаемо камер, я сделал пару кадров, и прямо сейчас вы их можете наблюдать. Качество, скажем так, среднее, но думаю для бюджетника в самый раз. Вообще, если честно, то язык не поворачивается данный девайс называть бюджетником. Китайцы реально молодцы, сделали по-настоящему достойный телефон за свои деньги. И, ребят, это не реклама, а серьезное мнение по опыту эксплуатации. Телефон мне понравился, и честно, я даже не ожидал, что будет такая производительность. Из минусов для себя я только отметил, это то, что здесь всего лишь 8 гигабайт встроенной памяти. Это реально прям критически мало, но в то же время спасает флешка. Ссылочку на девайс я оставляю в описании под видео, так что можете уже более детально все посмотреть и изучить. Ну а я на этом на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.